Лакхит СР-71 Блэкберт Лачхейт СР-71 Блэкберт является дальневысотной Матч-3 Плюс стратегического разведывательной самолета разработан и изготовлен американской аэрокосмической компанией Лачхейт Чарпаратион. Он эксплуатировался как ВВС США, УСАВ, так и НАСА. СР-71 был разработан в качестве черного проекта от Лакхита А-12 разведывательных самолетов в течение 1960-х годов по Лакхидескум-Коркс-разделения. Американский аэрокосмический инженер Кларенс Келли Джонсон отвечал за многие инновационные концепции самолета. Форма СР-71 была основана на форме А-12, который был одним из первых самолетов, спроектированных с уменьшенным радиолокационным поперечным сечением. В какой-то момент рассматривался вариант бомбардировщика, прежде чем программа была сосредоточена исключительно на разведке. Оснащение для разведки включало датчики радиотехнической разведки, бортовой радар бокового обзора, и фотоаппарат. СР-71 был длиннее и тяжелее, чем А-12, что позволяло вмещать больше топлива, а также иметь двухместную кабину. Обозначение СР-71 было приписано лоббистским усилием начальника штаба ВВС США генерала Кертиса Лемея, который предпочел обозначение СР – стратегическая разведка, а не просто РС – разведка. Самолет был принят на вооружение в январе 1966 года. Во время миссии воздушной разведки СР-71 работал на больших скоростях и высотах – 3,2 маха и 85 тысяч футов, 25 тысяч 900 метров, что позволяло ему опережать угрозы. Если обнаруживался пуск ракеты класса «Земля-воздух», стандартным действием уклонения было просто ускорение и уклонение ракеты. В среднем каждый СР-71 мог летать один раз в неделю из-за длительного периода времени, необходимого после выхода из миссии. Всего было построено 32 самолета, 12 погибли в результате несчастных случаев. Никто не пострадал от действий противника. В 1988 году ВВС США сняли СР-71 в основном по политическим причинам. Несколько из них были ненадолго реактивированы в течение 1990-х годов до их второго выхода на пенсию в 1998 году. НАСА было последним оператором этого типа, сняв с вооружения своей образцей в 1999 году. С момента выхода на пенсию роли СР-71 выполнялась комбинация разведывательных спутников и беспилотных летательных аппаратов. БПЛА, предлагаемый преемник БПЛА, СР-72 находился в разработке Лачхейт-Мартин и должен был начать полет в 2025 году. СР-71 получил несколько прозвищ, в том числе Блочекбирт и Абу. По состоянию на 2020 год СР-71 продолжает удерживать мировой рекорд, установленный в 1976 году для самой быстрой воздушно-реактивной пилотируемой самолет, ранее принадлежавшей соответствующему Лачхейту в 12. Европейские рейсы и европейские операции были из Рафмельдинал, Англия. Было два маршрута. Один находился на западном побережье Норвегии и на Кольском полуострове, где находилось несколько крупных военно-морских баз, принадлежащих Северному флоту ВМФ СССР. За прошедшие годы было несколько аварийных посадок в Норвегии, четыре в Будео и два из них в 1981 году, вылет из Билля, и 1985 году. Спасатели были отправлены для ремонта самолетов перед вылетом. Однажды было заменено одно целое крыло с двигателем, как самый простой способ снова поднять самолет в воздух. Другой маршрут, из Милденхала через Балтийское море, был известен как Балтийский экспресс. Летчикам-истребителям ВВС Швеции удавалось несколько раз блокировать радар на СР-71 в пределах стрельбища. Требуется уточнение, освещение цели поддерживалось путем передачи данных о местоположении цели с наземных радаров на компьютер управления огнем в перехватчике 37 Веген. 106. Наиболее частым местом взлома был тонкий участок международного воздушного пространства между Эландом и Гатландом, который СР-71 использовали на обратных рейсах. 29 июня 1987 года СР-71 выполнял миссию вокруг Балтийского моря, чтобы шпионить за советскими сообщениями, когда взорвался один из двигателей. Самолет, находившийся на высоте 20 километров, быстро потерял высоту, развернулся на 180 градусов влево и развернулся над Гатландом в поисках побережья Швеции. Таким образом, было нарушено воздушное пространство Швеции, после чего два вооруженных СААП и 37 Вегенс на учениях на высоте Вестервик получили приказ. Задача заключалась в проверке готовности к инцидентам и выявлении представляющего большой интерес самолета. Выяснилось, что самолеты явно терпят бедствия, и было принято решение, что шведские ВВС будут сопровождать самолет за пределы Балтийского моря. Второй снаряд вооруженных Е-37 из Энгельхольма заменил первую пару и завершил сопровождение в воздушное пространство Дании. Это событие было засекречено более 30 лет, и когда отчет был распечатан, МиГ-25 с приказом сбить СР-71 или заставить его приземлиться сразу после отказа двигателя стартовали. МиГ-25 заблокировал ракету на поврежденном СР-71, но поскольку самолет находился под охраной, ракеты не были выпущены. 29 ноября 2018 года четыре шведских пилота были награждены медалями ВВС США. Здравствуйте! Подписывайся на канал нажми на колокольчик.